На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Хочу сделать татуировку. Что об этом говорится в Священном Писании? Давайте сначала посмотрим книгу Левит. Это 19 глава, 28 стих. Здесь сказано следующее. Не делай нарезов на теле вашем и не накладывайте на себя письмен. Я Господь Бог ваш. Конечно, этот запрет существовал в контексте траурных действий, связанных со смертью близких людей. И некоторые делали нарезы на руках. Даже могли отрезать мочку уха. Если мать теряла ребенка, она могла, например, в Золотой Орде было принято отрубить себе один из пальцев, чтобы никогда не забывать, что ее ребенок раньше не ее сошел в могилу. Но в целом в Священном Писании говорится о том, что в в человеческом теле нет никакого недостатка. Попытаться что-то внести в жизнь тело, помимо того, что тело из себя представляет, представляется неким таким вызовом по отношению к Богу, который, создав человека, сказал, что все весьма хорошо. Вот до створения человека Бог говорил хорошо, а когда создал человека, он сказал, что все теперь весьма хорошо. И послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих, мы находим такие слова. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в живую жертву, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но образуйтесь обновлением ума вашего». Что значит не сообразовываться с веком сим? Не перенимать какие-то модные действия, мода которых может распространиться на 5 лет, на 6 лет, а через 10 лет люди будут ломать голову, как бы свести эти татуировки. Человек иногда увлекается каким-то настроением. Несколько лет назад, лет 15, было модно, там чубчики носили все юноши, а девушки имели моду стричься под юношей, короткая такая стрижка была. Потом проходит время, ситуация меняется, чубчики пропадают, у самых чудных остаются. А в целом, как бы, другая мода. Поэтому мы должны предоставлять тела наши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения и не сообразоваться с веком сим. Что значит предоставлять в жертву тела? Имеется в виду жертва посвящения Богу. Например, если девица правильно следит за своим внешним видом, и она вносит благолепие в мир христианской общины, и был свой трескод, как одевались девицы, как одевались замужние женщины, как одевались холостые юноши и женатые мужчины. И иностранцы, которые посещали Русь, а в основном это были шведы, немцы, из записки Герберштейна, они удивлялись, как на Москве чинно люди выглядят в храме, как чинно на Москве люди одеваются к тому или иному празднику. Раньше дома были деревянные, храмы каменные, и на случай от пожара в подклетии церковном каждая семья могла иметь свой такой сундук, своеобразная камера хранения. И там хранили самые необходимые вещи, в том числе связанные с праздничными днями. Поэтому, скажем прямо, ничего плохого нету, если человек хочет выглядеть хорошо, но татуировки. А у кого-то какие-то уголовные наколки, как способ распознания, какой преступной касте принадлежит тот или иной человек. Конечно, это для нас чуждо, и мы не должны увлекаться ни уголовным сленгом, ни тем образом жизни, который они навязывают тем, которые входят в круг их общения. Мы не сообразуемся с веком всем в целом, тем более, как христианин может сообразоваться с миром уголовников, преступников. Мы можем с ними общаться, чтобы протянуть им руку помощи. На Руси было принято, например, на Пасху и на Рождество обходить все тюрьмы, они были открыты на эти дни, и каждый по копеечке жертвовал осужденным преступникам. Но перенимать их образ жизни, их сленг, это совершенно недопустимо. И в той же мере это относится и к татуировкам. Если говорить о татуировках, которые никак не связаны с уголовным миром, то это татуировки, которые являлись языческими амулетами. Когда языческие племена использовали эти татуировки для того, чтобы охранительные какие-то письмена делать на теле человека. Но в этом случае это еще более недопустимо. Потому что в законе Божьем, в книге Исхода сказано, что даже имен других богов называть нельзя. И закон Божий запрещает делать изображение кумиров, идолов всего того, что на небе вверху и на земле внизу служить им и поклоняться им. Это тоже такие вещи регулируются законом Божьим. А закон Божий, как говорил псалмопевец Давид, закон Божий – светильник для ноги моей. Не будем об этом забывать. Субтитры создавал DimaTorzok